Талант творит для поклонников, а гений для потомков. Этот афоризм как нельзя лучше характеризует весь, пусть и немыслимо короткий, но удивительный и яркий творческий путь известного классика белорусской литературы Максима Богдановича. За 25 лет своей жизни поэт бесспорно смог выполнить лишь самую малую часть поставленных целей, однако за столь короткий временной промежуток автор оставил нам бесценное наследие. Свои стихи, звучащие до сих пор на многих языках мира, успел привнести в отечественную поэзию новые жанры. О современном взгляде на жизнь и творчество поэта, про уникальность его таланта шел разговор на литературном вечере в библиотеке Пушкина. Несколько может быть необычный вечер и показать Максима Богдановича немножко другого ракурса, чем привыкли его видеть в школьных где-то учебниках. Ведь это был совсем молодой человек, он умер, когда ему было 25 лет, и нам хотелось показать его не как бронзовым памятником, а как молодым человеком, который жил, любил, страдал. И от этих переживаний рождались удивительные шедевры. В основу событий литературного вечера лег цикл музыкально-поэтических рассказов о любимых женщинах в жизни белорусского классика, образы которых вдохновляли его на творчество. Будучи натурой романтической, поэт не мог жить без любви. Для литературного подъема ему были необходимы музы, его возлюбленные. Мадонн в жизни Максима Богдановича было четверо, и каждая из них по-особенному влияла на эмоциональное состояние молодого поэта, на его творческий путь. Именно поэтому литературно-музыкальный вечер и носил название Мадонны Максима Богдановича. У Богдановича именно любовная лирика, она отличается от любовной лирики многих писателей того времени, потому что у него именно возвышенное отношение к женщине. В наше время, у наших молодых людей не всегда хватает вот этого чувства возвышенности, чувства обожествления женщины. В наше время очень важно, чтобы молодежь знала о своих корнях, получается, о свою культуру. Передать может только старшее поколение младшему. Вниманию гостей была предложена видеопрезентация о жизни и литературном наследии Максима Богдановича, гения белорусской литературы. Кульминационная часть мероприятия включала в себя чтение стихов. Своё восприятие поэзии автора продемонстрировали гости праздника. Романтические строки белорусского песняра о любви звучали на русском, польском, украинском, французском и белорусском языках. Представители разных государств будут читать на своих языках его творчество. И думаю, что это как раз и для вас очень важно, и для нас, что мы обменяемся культурой. Нам предоставляется возможность познакомиться с вашими великими поэтами, и вы можете в ответ познавать наших. Я так тронута твоей заботливостью и любовью, что не могу вспомнить о тебе без чувства радости, что ты мой и что судьба послала мне тебя. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.